Добрый день, дамы и господа! Сегодня будет у нас специализированное видео, как можно быстро и правильно собрать комплект креплений для вентмашин Satellite. У данной приточной установки существует несколько вариантов креплений. Есть одно на торцевую раму, а есть на кронштейн. И вот мы сейчас рассмотрим вариант крепления на кронштейн. Он чуть сложнее, для этого нужно собрать небольшую конструкцию, но которая собирается буквально за 30 минут, не больше. Сейчас я наглядно покажу процесс сборки, как это все собирается, какая деталь к чему, и вы увидите, что здесь никаких сложностей нет. Данный производитель приточной установки позаботился о своих покупателях, и он вот в этой инструкции подробно описал, как собирать кронштейн для приточной установки. Здесь все нарисовано в картинках, понятно, что, куда, и блок-схема, как эти элементы располагаются. Итак, давайте приступим к монтажу крепежной рамы. Она состоит из раз, два, три, четыре элемента, кусок теплоизоляции, 12 болтов и 12 гаек. Теперь я буду, как бы, выступать в роли монтажника, высовывающегося на улицу для установки этой вентмашины. Дальше мы берем вот такую часть, основную силовую раму, и у него есть два отверстия, которые размещены, как вы видите, с разным смещением, так скажем. Мы сейчас будем использовать левую установку, когда у нас воздуховод идет от приточной машины влево, и до этого мы используем раму вот в таком положении, то есть загиб вот этой полки идет у нас в сторону выхода воздуховода. Теперь положили, берем вторую часть, она тоже несимметричная, у нее есть такие зацепы для вентмашины, они должны быть внизу. Эта часть ставится сюда, между ними заходит вот такая вот, такой отводик. Дальше по уровню выставляются, скручиваются болтами, вставляется изоляция, она отрезана тоже несимметрично и логически понятно, в каком месте она должна встать. Вставили, и сюда уже защелкнули вентмашину, предварительно по уровню закрепив и вот это второе укрепление. Тут ключевой момент в том, чтобы не перепутать вот эту часть при сборе, то есть при монтаже сателлита, вот эта часть должна быть плоская, загиб туда от самой приточной машины, то есть здесь у нас все должно быть плоско. А сейчас я соберу эту раму, но на другую сторону. Засекаем время. Субтитры сделал DimaTorzok Для сбора нам понадобится либо такая вот головка или шестигранники, потому что с одной стороны у у нас шестигранники, а с другой стороны обычные гайки, которые можно головкой, можно обычным ключом. Субтитры сделал DimaTorzok И уже тогда, когда мы закрутили саморезы, только в последний момент мы наклеиваем теплоизоляцию. Не раньше, потому что иначе мы не сможем закрутить наши болты. Если вы наклеите ее заранее, то это вам добавит еще минут 30 времени для того, чтобы проковырять в них отверстия и как-то вставить, попасть болты. Еще есть такой момент. Можно ошибиться и наклеить вот эту теплоизоляцию не здесь, а между пластинами. В этом случае тех болтов, которые здесь есть длины, вам не хватит, чтобы притянуть всю конструкцию. Это будет ошибка и вам нужно будет переделывать, срезать ее и вырезать такую новую. Это тоже добавляет лишние минут 30 работы. Поэтому просто скрутили железные части вот таким образом, в конце наклеили теплоизоляцию, смонтировали этот кронштейн к стене по уровню, как вам нужно. Защелкнули сателлит вот в эти специальные пазы. Он встает сюда и защелкивает. Сейчас мы это продемонстрируем. И потом еще вот этот кронштейн нужно не забыть подогнать. Желательно, чтобы у вас нагрузка сателлита была равномерно раскидана между вот этим кронштейном и вот этим. В принципе, он может висеть и вот на одном этом, но все же производитель не зря положил нам и вот эту лапу. Так, вот наша машина сателлит, лент машин сателлит 2.0 с ФКО фильтром, но мы о них уже рассказывали. Так вот, смотрите, когда мы собрали раму, наклеили теплоизоляцию в самом конце, в самом конце, у нас получилась конструкция, которую мы прижимаем теплоизоляцию к теплоизоляции. И вот они специальные проушины для вот этих вот, у сателлита вот этого вот штыря, так скажем, да, круглой оси. И ушки, которые держатся вот здесь, вот эти вот ушки, мы их закрываем вот этими зажимами. Приступим к соединению наших агрегатов, наших конструкций. Для этого открываем вентмашину, снимаем крышку, достаем чеку, чека раз, чека два. Чека нужно держать лишь вот этот крепежный элемент. Вот. И теперь мы стыкуем наши детали теплоизоляции здесь сантиметр и здесь сантиметр. Когда мы будем стягивать, они все плотно прижмется, и вот все саморезы, болты, которые были прикручены, какие-то, может быть, здесь, там есть внутри, все нивелируется с помощью вот такой толщины изоляции. И у вас будет очень-очень плотное соединение. Теперь вот так соединили. Теперь раз и с другой стороны два. Вот посмотрите, насколько щели уменьшилось. Щели вообще нет, у нас абсолютно плотное соединение, нигде воздух под приходить никуда не будет, приходить не уходить. Можете даже поливать водой, никуда ничего не протечет. Дальше мы возвращаем нашу чеку обязательно на место. Это страховочный элемент, который блокирует случайное открытие крепления при обслуживании или просто нечаянно, как его задели. Само по себе, конечно же, оно не откроется, но не забывайте вернуть чеку на место. Вернули чеку. Поставили на место крышку. И вот в таком виде вы вешиваетесь и вешаете всю эту конструкцию на стену. Шутка. Сначала вешаете крепление. Крепление выставили по уровню. Защелкнули машину, как я вам показал. И второе крепление вы просто подставляете в противоположную сторону, намечаете все по уровню. Ну, что мне здесь рассказывать? А теперь давайте посмотрим, как закрепить кронштейны по уровню, по отношению друг к другу. Потому что они немножко, как вы видите, не одинаковые кронштейны. Поэтому положить сверху уровень невозможно. Так как кронштейны обладают плоскостями разного уровня, вот эти уровни у нас не совпадают ни с чем. Уровень вот этот с уровнем вот этого никак не совпадает. У нас единственный совпадающий уровень это вот этот загиб и вот этот загиб. Поэтому, когда вы монтируете кронштейны на стене, вы один уже смонтировали кронштейн по уровню, так скажем. по вертикальному уровню остались только нижние плоскости по которым мы можем выставить уровень наших кронштейнов поэтому закрепив вот это вот к стене мы уже можем приложить уровень снизу вот так вот и наметить уровень вот этого крепления вам для этого нужно всего лишь навсего три руки одной рукой вы держите кронштейн другой рукой вы держите уровень и третьей рукой вы намечаете отверстие в принципе ничего сложного напарник вам в помощь для таких целей если вам трудно наметить вот этот кронштейн и вы немножечко не не попали поставили вот чуть чуть ниже не пленитесь на него наклеить немножечко теплоизоляции вот как раз здесь пятачки вот эти есть один слой два слоя сколько вам нужно чтобы немножечко разгрузить заднюю часть установки чтобы она не просто висела на этой морде но и здесь немножко опиралась то так как есть кронштейн надо чтобы он был немножко востребован вот если вы чуть вверх ошиблись да но тут ничего страшного скорее всего у вас вот на этих крепежах установка она достаточно крепко будет зафиксирован и на этом кронштейне поэтому не бойтесь немножко исправляйте такие вещи как если вы видели на объекте что вы что-то сделали немножко не по уровню приспавьте и все и все будет хорошо что еще важно сделать момент монтажа как правильно сделать монтаж такой установки это еще нужно обратить внимание на электрические подключения электрические и слабо . у нас здесь есть интернетный кабель тоже так вот все соединения подводить подводимое сюда должно быть в гофре в уличной гофре не поленитесь протяните гофру и сделайте все по френшую эти соединения могут быть как с этой стороны так и если мы снова переворачиваем в другую сторону то с этой стороны все равно и там и там должна быть гофра и вот эти ушки не забывайте использовать ушки эти с двух сторон это страховочные крюки с помощью которых можно страховать установку чтобы мало ли что она не упала она достаточно тяжелая поэтому если такая установка у вас вырвется из рук она будет лететь очень громко и удар будет очень сильный так как есть нормы монтажа и как это делать правильно все монтажи которые будут сделаны неправильно точнее без гофры или с каким-то еще нарушениями с подпилами крепление и так далее будут снижаться по стоимости потому что так делать нельзя мы должны стремиться к качеству выполняемых работ это влияет на вашу профессиональную репутацию и на репутацию компании поэтому стремитесь сделать все качественно так как вы сделали бы это себе спасибо что досмотрели до конца смотрите наши другие обзоры на канале по монтажу кондиционеров по заправке кондиционеров пока пока